На канале Кубань24 продолжается дневной эфир. В студии с вами по-прежнему Ксения Ермолаева и Денис Сидоров. И сегодня мы говорим о детской прессе, о том, какие журналы и газеты помогают детям и подросткам развиваться. Российские ученые выяснили, как можно предсказать успехи детей в школе. Специалисты проанализировали результаты почти 1300 первоклассников из 38 школ Татарстана. Как выяснилось, на успехи ребенка в учебе влияет не только уровень предварительной подготовки и социально-экономический статус семьи. Сказывается также образование мамы, работа отца, доход семьи, ну и величина домашней библиотеки. Ну это вполне объяснимо и, на мой взгляд, даже неудивительно. Ну а вот вся ли печатная продукция полезна детям, об этом мы поговорим с нашим гостем. В студии это психолог Элла Косарева. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Очень много в киосках продается детских журналов, там вот этой вот прессы. Вот как вы считаете, все ли полезно детям читать или нет? Я думаю, что исходить из того нужно, что чтение это все-таки какой-то элемент общения с родителями, да, для детей младшего возраста. Если мы говорим о детях дошкольного возраста. Да, конечно. Вот, поэтому я думаю, что выбирать любую литературу и такую периодическую в том числе, нужно маме, исходя из того, насколько ей само это интересно и увлекает ее, для того, чтобы это могло быть каким-то таким общим процессом. Не просто дали ребенку, и он там как-то занят чем-то, да. Чтобы обсудить можно было, да. Да, чтобы мама была в этот процесс вовлечена, потому что это прежде всего общение. Сегодня мы несколько раз вспоминали такой журнал, как Мурзилка, просто дело в том, что именно в этот день он отмечает свой день рождения. Понятно, что и сейчас Мурзилка выпускается, но у него появилось множество конкурентов, различные раскраски, журналы, то есть различная периодическая продукция. А что лично вы можете порекомендовать к прочтению детям? То есть на что обратить внимание мамам при выборе вот именно этой продукции? Что важно, что детям будет полезно для развития? Мы все-таки говорим о периодической прессе. Ну, и о ней в том числе. Ну, потому что я больше склоняюсь все-таки к литературе, ну, к книгам, да, к такому источнику знаний и каких-то впечатлений. А если говорить о прессе периодической, то мне как врачу и как психологу хотелось бы, чтобы там все-таки была какая-то такая логика, чтобы... Потому что проблема-то сейчас, она такая явно выраженная, что дети дошкольного возраста приходят в школу до 60% детей с несформированным навыком речи, то есть они не умеют говорить. И эта проблема стоит так крепко ногами вот на этой истории, потому что, опять же, вот по данным Института физиологии развития, до 80% родителей не читают своим детям. Заменяют этот процесс какими-то техническими средствами, планшеты, телефоны, аудиокниги, в том числе для малышей, да, вот включают, и ребенок там как-то сам себе живет с этим совсем. Ну а вот аудиокниги вы упомянули. Это тоже хорошо или скорее плохо? Я почему спрашиваю? Потому что в мое детство родители мне включали на пластинках, вот знаете, сказочки. То есть я сидел, играл, что-то рисовал, и при этом параллельно что-то слушал. И, как мне кажется, это во многом сказалось на моем развитии. Я думаю, что это как часть, а может быть, не могут технические средства полностью заменить чтение. То, что совершенно разные структуры мозга работают в этом процессе, да, когда мы слушаем какую-то запись, у нас работают одни сферы, да, восприятие и внимание селективное. Когда мы читаем, мы концентрируем, включается зрительная память, это тоже все совершенно разные такие способы получения информации. Поэтому заменять одно другим, ну, аудио. Комплексно, да? Да, аудио как вариант в дороге где-то, да, когда сейчас есть такая проблема. Ну а что касается, вот мы, да, вы правильно отметили, о чем конкретно мы говорим, о книгах или о периодических изданиях. Книги, это ведь, как правило, большой формат, да, это, то есть, наверное, тяжело ребенка маленького заставить, там, не знаю, даже читать вместе с мамой книжку. А журнал, он ведь удобен, мне кажется, своим форматом, именно то, что можно кратко посмотреть историю, там, персонажа, какие-то загадки, вот, ребусы разгадать. Вот в этом смысле, ну, наверное, полезно же, да, использовать периодические издания. Ну, вы знаете, я не знаю насчет полезности, я как-то никогда не интересовалась там, в этом ключе не рассматривала журналы. Я за то, чтобы любое повествование, оно было все-таки каким-то законченным и нерванным. Вот проблема-то с речью возникает из-за того, что теряется навык, там, концентрации внимания, усидчивости. Говорят о том, что вот сейчас поколение интернет-людей, и это чтение такое короткими отрывками, да, невозможность читать длинные тексты. А невозможность читать длинные тексты в связи с тем, что внимание не концентрируется, нет возможности проанализировать прочитанный текст, да, удержать в памяти то, с чего начали, чтобы к тому, когда закончили, помнить, о чем вообще-то читали. С чего все начиналось, да? Ну да, да. То есть это вот такая задача должна быть, и у журнала в том числе. Элла, а у меня к вам вот такой вопрос. Я сама мама маленькой девочки, и вот очень многие родители в моем окружении, они стараются приучать детей буквально там с двух, с трех лет уже читать. Они их вводят на всякие развивающие занятия. То есть, ну, у детей, я считаю, как будто бы крадут кусочек детства. Вот как вы относитесь, нужно ли это? Зачем ребенку в три года учиться читать? Незачем, абсолютно. Это не нужно ни с какой точки зрения, и если просто спуститься на уровень абсолютной физиологии, то мозг ребенка трехлетнего совершенно не готов к тому, чтобы заниматься обучением чтения. Поэтому все эти методики раннего возразвития, это именно там украсть у ребенка детство. И больше того, это такая порочная практика, которая нарушает вообще весь процесс образовательный впоследствии. И опять же, вот данные этого института, там были длительные исследования, 20-летние, популяционные, когда они обращали внимание на то, как формируется этот навык чтения и навык письма как следствие чтения. Вот у детей, мамы которых были увлечены ранним развитием, этот навык сформирован неправильно. А скажите, все-таки, если говорить об оптимальном возрасте, в котором ребенка нужно приучать, читать, учить, читать, как это делать? Вот последовательно можете расписать какие-то шаги? И в каком возрасте? Самостоятельно, когда ребенка учит? Сначала, да. Ну вот его физиология готова к обучению, чтению, как к навыку самостоятельному, да? В 6 лет, 7, то есть это начало школы. Не раньше? Не раньше. То есть это за год до школы, да? Да нет, это в принципе должно происходить в школе, как и было раньше. То есть я не говорю о том, что всех подряд, если ребенок там рвется поучиться читать, его нужно бить по рукам. Нет, конечно. Мы говорим о среднестатистических каких-то величинах. Если ребенок там научился читать, потому что у него есть старшая сестра, которая читает уже бойко, да, или просто он такой вот сам по себе любитель научился, да, ради бога. Но так, как вот это делается сейчас, во всех центрах раннего развития, в этих подготовках к школе, там, где детей натаскивают, принуждают их учиться, это нехорошо и никому не на пользу. А все-таки кто должен развивать у ребенка любовь к чтению? Школа или родители? Конечно, родители. В принципе, я не знаю истории, когда бы там в нечитающей семье были читающие дети. Это редкость, наверное, бывает, но редко. Ну, бывает, как исключение, да. А правило-то, в принципе, не воспитывайте детей, все равно они будут такими, как вы, говорят. Воспитывайте себя. Да, они будут брать пример. Если семья читает, если мама с рождения ребенку читает сказки, если это такая культура вообще семейная, ребенок видит все время за книгой папу, маму. Ну, давайте тогда напоследок скажем, чем чревато и чем грозит вот это неприучение, непрививание любви к чтению ребенку? То есть это сказывается только на речевом развитии, на письме? Ну, а как все когнитивные функции страдают? Потому что дальнейшие там все этапы образовательные, они связаны с получением информации. Получать ее каким образом? Посредством чтения. Для того, чтобы получить информацию из печатного текста, ну, или письменного, надо уметь правильно складывать эти элементы, анализировать прочитанное, помнить о том, что ты прочитала, делать какие-то выводы на основании прочитанного. Если этот навык сформирован неверно, если он не сформирован вообще, то никогда этот человек не научится извлекать информацию. И доносить ее до окружающих. И доносить до окружающих, безусловно. Спасибо вам большое. У нас в гостях была психолог Элла Косарева. Мы говорили, как и в принципе сегодня, по теме нашей сегодняшней программы о детской прессе, о чтении, о развитии, обучении, образовании.